намечается приличный перерыв. Мы не ищем легких путей. Эту фразу, ставшую уже крылатой, можно смело назвать и своеобразным девизом сноубордистов-экстремалов. Их не привлекают такие склоны, от утюженной до блеска рет-раками на горнолыжных турбазах. Но для начинающих не такой спуск по пологому склону. Может оказаться весьма экстремальным, если же они вообще выбирают для начала спуск повышенной сложности. Но здесь же дебидны. Что и произошло с нашими героями, ребятами из группы «Фастфуд». Авторы и исполнители этого хита Юля и Илья из проекта «Фастфуд» действительно любят Москву. Но иногда не прочь и отдохнуть от мегаполиса. Однажды на горном курорте они, поддавшись уговорам друзей, решили научиться кататься на сноубордах. Вся неделя мы уже начали так как-то прям хорошо кататься и решили, что мы уже способны... Подумали, что хорошо начали. Ну да. И решили, что мы способны уже на многое. Это ощущение испытывает каждый начинающий сноубордист после нескольких удачных спусков. Но оно обманчиво. У меня была большая скорость, я не успел вздормозить, я решил упасть. И ударился спиной. И в глазах прям черная, черная какая-то пелена была. О том, чтобы добраться до врачей на базе своими ногами, не могло быть и речи. Любое движение отдавалось острой болью в позвоночнике. Со склона Илью возили спасатели. Я думала, что... Ну, в общем, короче, я за него испугалась. Слава богу, живой. Позже в больнице ему поставят диагноз сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Чтобы наглядно продемонстрировать вам, насколько необходимо сноубордисту хотя бы элементарная защита, проведем небольшой эксперимент. Удар о склон на большой скорости по силе примерно равен удару черенком от лопаты по спине. Скорее сломается черенок, чем ваш позвоночник, так называемый черепахи. Теперь защита обязательный элемент экипировки молодых людей. Без шлема Илья даже не ступает на склон, опасается, как бы очередное сотрясение не отразилось на его музыке.